С вами Алена Самсонова, практикующий психолог, и сегодня мы с вами говорим о неуверенности в себе, о страхах принимать решения, брать ответственность за свою жизнь, и так или иначе о современном тревожном человеке. Тревожные люди, какие они? Да такие, которые идут по течению, либо стремятся к чему-то большему в своей голове, но не действуют. А почему же это так? Нужен ли кому-то волшебный пинок от болезни, либо кто-то будет действовать в соответствии с тем, что необходимо? Как часто вы представляете себе идею о спасении, которая якобы вас спасет, которая якобы вам поможет справиться с какими-то переживаниями и катастрофическими эмоциями? Как часто вы не можете продумать, прочувствовать и проделать несколько вариантов, которые приведут к умозаключению после того, как вы уже сделали какой-то шаг? Шаг к чему? К результату? А какому результату? Какой результат изначально был ваш? Вы думали об этом? Тревожный человек постоянно перебирает в своей голове очень-очень много возможностей, которые так или иначе становятся либо двигателем к успеху, либо затормаживают его развитие. И разбираясь на психотерапии с такими клиентами, мы приходим к совместному умозаключению о том, что когда у вас страхи в принятии решений, и когда вы избирательно относитесь, здесь я выбираю минус, здесь я выбираю плюс, тут я иду, тут я думаю, тут я еще решаю, тут я вообще застрял, то в голове происходит абсолютная каша, абсолютный абсурд, и вам сложно с этим жить. А как вам научиться перестраивать свое поведение? Как вам научиться чувствовать себя лучше? Как вам научиться просто функционировать с тем, что вы имеете? Первое, что нужно знать, это страх ответственности, который вами движет. Страх ответственности, который побуждает вас просыпаться утром и что-то создавать. А кого-то он абсолютно не касается, и кто-то сидит на своем месте и продолжает на нем сидеть, и никак не создает свою жизнь. А что нужно делать, чтобы создавать свою жизнь? Просто делать, отвечу я вам. Но, так или иначе, зная, если у вас тревожное расстройство, либо вы человек, который постоянно переживает, который думает очень много, но мало реализует, вам нужно обладать навыками принятия решений. Как происходит принятие решений? Очень часто это исходя из предыдущего опыта и исходя из того, что для вас является доминантой. Если ваша доминанта слишком велика, и вы хорошо просеротонийный человек, я шучу, просеротонийный это тот человек, который гармонично функционирует и умеет степ-бай-степ выполнять определенные шаги, достигая свою цель. Даже если у вас есть мотивация, и у вас отличная связь с дофаминовой системой, то иногда вы ошибаетесь и не делаете. Почему? Потому что страшно. Вот это слово страшно, страх, какая-то дрожь, какое-то неприятное ощущение вызывают у вас беспокойство в теле, в сознании, в душе. И вы, и что вы делаете? Вы поддаетесь ему, и оно не разрешает вам двигаться дальше. Только с движением, только с новым общением, только с включением своего сознания вы можете проходить этот тяжелый путь преодоления своего собственного бытия. А как он происходит, это только ваш вопрос. С вами была Алена Самсонова, практикующий психолог, и я жду от вас глобальных вопросов, на которые я сформирую важное видео для вас.